Приветствую вас, друзья! С вами Евгения Таро, сайт MagExpert.org и гороскоп Таро для всех знаков зодиака. Прежде чем я начну выкладывать карты и делать прогноз для представителей каждого знака зодиака, я хочу сделать маленькое предупреждение о том, что этот прогноз не является индивидуальным. И в вашем случае реальность может очень сильно отличаться от того, о чём я буду рассказывать. Это связано прежде всего с тем, что не все люди проявляются по своему солнечному знаку зодиака. Многие проявляются по лунному или по асценденту. А возможно по скоплению планет в том или ином знаке зодиака. Для того, чтобы узнать свой индивидуальный прогноз, пожалуйста, пишите на мой email eugeniasis.mail.ru Он указан вот здесь внизу на экране. А также, пожалуйста, посмотрите описание к этому видео внизу в инфобоксе. Я оставила для вас несколько полезных ссылочек, по которым вы можете узнать, как заказать у меня индивидуальную консультацию, не только по гороскопу Таро, но и по любому другому раскладу. Также вы можете там найти информацию о том, как пройти у меня обучение, какие видеокурсы у меня есть в наличии. И также вы можете узнать информацию о том, как заказать такую же колоду, как у меня. Ну что ж, не буду вас больше грузить рекламными объявлениями. Давайте перейдем к самому главному, а именно к гороскопу Таро. Поехали! Итак, знак Зодиака Овен. Давайте посмотрим, каким для этого знака будет август 2016. В данном раскладе не выпало старших арканов. Это означает, что месяц не будет каким-то поворотным в масштабах судьбы. Но это же указывает нам, что нельзя выделить какую-то из сфер жизни как наиболее значимую, наиболее важную. Поэтому следует равноценно распределить свое внимание и энергию по всем направлениям своей жизни в этом месяце. Ну, начнем с личной жизни. Здесь выпала пятерка кубков. Карта очень непростая, друзья мои. Особенно для тех людей, которые уже состоят в отношениях. Почему? Потому что пятерка кубков – это карта расставаний. Это карта разлук и печали по этому поводу. Соответственно, если вы своими отношениями дорожите, относитесь к ним осознанно в этом месяце. Не спешите, не торопитесь с решением эти отношения разорвать, расторгнуть брак, развестись или рассориться и уйти друг от друга. Вот не торопитесь, потому что впоследствии вы можете об этом очень-очень пожалеть. Вы будете друг за другом очень сильно скучать. Поэтому, поэтому будьте, пожалуйста, друг к другу лояльнее в этом месяце. И если вы хотите использовать такую магию, как подмену контекста, попробуйте искусственную разлуку, искусственное расставание. Ну, например, один из партнеров может уехать в другой город, в командировку или в какое-то путешествие, или навестить родственников. Поскучайте друг за другом, а потом возвращайтесь и будьте счастливы. Если вы еще не замужем, не женаты, а только планируете это замечательное мероприятие на август месяц, отнеситесь к этому мероприятию максимально ответственно, потому что слишком много здесь поводов может быть для разочарования. Пятерка кубков – это все-таки карта малоприятная, скажу я вам. Ну, а если вы еще в поиске своей второй половинки, если вы еще в статусе свободен или свободна, ну что ж, оставайтесь пока что в этом статусе. В этом месяце судьба не предлагает вам достойных вариантов. Все партнеры, которых вы можете встретить в этот период, могут вас просто разочаровать. Поэтому лучше пока что побудьте свободны, порадуйтесь жизни, направьте свою энергию, может быть, в какое-то более позитивное русло. А этим более позитивным руслом, как мне кажется, является работа, карьера и деньги. Потому что здесь выпал Паш Кубков, красавчик, которого я в этой колоде карт обозвала влюбленным романтиком. Паш Кубков в позиции работы обычно указывает на некое вдохновение и эмоциональный подъем в той деятельности, которой вы занимаетесь. Ваша работа будет вас зажигать, ну в хорошем смысле этого слова. Она будет вас радовать. Вы получите массу удовольствия и впечатлений, причем в вашей профессиональной деятельности наверняка будут еще какие-то поводы для приключений в этот период. Также Паш Кубков говорит о том, что неплохо было бы в этом месяце взять отпуск и хорошенечко отдохнуть. Но не просто где-то там закрыться дома и сидеть сидим, а развлекаться, посещать разные мероприятия, тусить и веселиться. Вот это будет очень-очень даже хорошее решение для вас. А что касается денег, то Паш Кубков говорит о некой прибыли, которую можно потратить, да-да, не отложить куда-то до лучших времен, на что-то полезное, на что-то очень хорошее, качественное, дорогое, а потратить на удовольствие, на себя любимого или на себя любимую. Это тоже иногда действительно нужно делать. Надо себя радовать какими-то приятными мелочами. Ну и что касается здоровья, то мы здесь видим восьмерку Пентакли. В целом здоровье хорошее, крепкое, самочувствие прекрасное. Но восьмерка Пентакли иногда может указывать на проблемы со спиной. Иногда она действительно показывает нам смещение дисков или проблемы с искривлением позвоночника, с осанкой могут быть. Некоторые проблемы, которые необходимо поправить. Также эта карта указывает на то, что у вас, возможно, слишком пассивный образ жизни, то есть вы в основном в сидячем положении находитесь. Соответственно, чаще нужно вставать, допустим, из-за компьютера или из-за рабочего стола и двигаться и делать какие-то упражнения, физические упражнения. Да, восьмерка Пентакли говорит о каких-то физических упражнениях, которые повторяются как некий комплекс. Соответственно, прислушайтесь к этой рекомендации и ваш организм вам за это будет благодарен. Также карта восьмерка Пентакли говорит о том, что если вам необходимо медикаментозное лечение, то оно будет более эффективно, если вы будете принимать препараты в таблетированном виде. Ну что ж, вот такой получился у меня прогноз для овнов на август. А теперь давайте переходить к следующему знаку зодиака, к тельцам. Телец. Давайте посмотрим, каким будет август 2016 для этого знака зодиака. Я вижу один старший аркан в этом месяце. Это аркан дьявол. И он выпал в позиции работы, карьеры и денег. Это означает, что здесь могут быть в этой сфере жизни какие-то очень важные, значимые события, на которые очень сложно будет повлиять. И поэтому этой теме уделите, пожалуйста, чуть больше внимания, чем всем остальным сферам жизни в этот период, по крайней мере. Но тем не менее, давайте начнем по порядку и начнем с личной жизни. Здесь у нас выпала карта Туз Мечей. Эта карта неоднозначная, потому что, с одной стороны, она показывает, что ваши отношения, если вы уже состоите в отношениях, будут испытываться судьбой на прочность. Да-да. И для некоторых тельцов эта карта может обозначать охлаждение чувств. И более того, даже некоторую агрессию в отношениях и желание, острое желание эти отношения разорвать. Соответственно, подумайте, семь раз отмерьте, прежде чем отрезать. Потому что Туз Мечей рубит так рубит. И потом уже восстановить отношения бывает довольно сложно. Соответственно, думайте, думайте и еще раз думайте. Если вы планируете свадьбу на август месяц, она действительно может состояться. Потому что зачастую Туз Мечей показывает нам кольцо на безымянном пальце. А если вы еще в статусе одинокий или свободный, свободная в поиске, в поиске своей второй половины, то Туз Мечей может показывать для вас шансы, возможности. Однако в этой карте все-таки слишком много холода и металла. Соответственно, вы будете склонны выбирать партнера более рационально, нежели эмоционально. В этом нет ничего плохого. Наоборот, мне кажется, так даже более разумно делать выбор. Однако, скорее всего, эти отношения не будут приносить вам большой радости. В силу того, что просто они безэмоциональны. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, каким будет этот месяц в теме работы, карьеры и денег. А здесь выпал дьявол, старший аркан и очень непростой старший аркан, потому что обычно в теме работы он показывает не работу, а рабство. Ну, в переносном, конечно же, смысле. Но это та работа, на которую вы себя заставляете ходить, а не идете или несетесь на нее с радостью на крыльях вдохновения. В моем окружении такую работу называют галерами. То есть, куда идешь? На галеры. Не на работу, а на галеры. Очень часто эта карта показывает злобных начальников, которые вами постоянно недовольны. И это не зависит от того, насколько вы хороший работник. Вы можете быть идеальным сотрудником, но, к сожалению, ваш начальник вас может не взлюбить или начальница. Также дьявол очень часто показывает, что вы работаете только за деньги. И никакого удовольствия вы не получаете от того, что вы выполняете. Причем, вы знаете, это такая работа, от которой не уйдешь или с которой невозможно уйти. Вы почему-то по каким-то независящим от вас причинам не можете развернуться и найти какое-то другое место, которое бы вас полностью устраивало. Вынуждены, просто вынуждены работать именно здесь. Также карта дьявол может показывать разные происки и козни темных сил в вашей профессиональной деятельности или в вашем бизнесе. Это значит, что судьба будет вам ставить палки в колеса в вашей работе. Ну и в финансовом отношении эта карта тоже, ну скажем так, не очень хороша, хотя многие торологи со мной могут не согласиться. Однако карта дьявол хороша для тех людей, которые работают в театре или работа которых связана с лицедейством или игрой. Вот для этих людей их работа это просто находка, потому что эта карта в данном смысле весьма-весьма хороша. Что касается здоровья, то выпал король жезлов. Хорошая карта, показывающая крепкий организм, хороший иммунитет надежный и вам в этом месяце практически ничего не грозит. Единственная проблема по королю жезлов, которую я замечала, это проблема с суставами, коленями в особенности, а также иногда мужчинам я рекомендую заняться своим мужским здоровьем, потому что король жезлов именно с мужским здоровьем и связан. Но не в плохом смысле, а в хорошем. Но тем не менее профилактика будет полезна. Ну что ж, с таким получился у меня прогноз для тельцов на август. А теперь давайте перейдем к следующему знаку зодиака и посмотрим, каким будет этот месяц для близнецов. Ну что, близнецы, давайте смотреть, каким будет август 2016 года для вас, для вашего знака зодиака. Старших арканов в этом раскладе не выпало, поэтому нельзя сказать, что какая-то из сфер жизни будет для вас наиболее значимой. И также мы не можем сказать, что этот месяц в целом будет для вас каким-то поворотным в масштабах жизни. Тем не менее, давайте посмотрим, какие карты выпали. Туз кубков выпал в позиции личной жизни, личных отношений. Девятка кубков выпала в позиции работы, карьеры и денег. И шестерка кубков выпала в позиции здоровья. Слушайте, какой замечательный набор карт на этот месяц достался представителям знака зодиака близнецы. Туз кубков в теме личной жизни. Если вы уже состоите в отношениях, это одна из карт любви, которая говорит о том, что ваша семья — это как единый сосуд, в котором всё хорошо, всё прекрасно, всё замечательно. Но помните, что вы с членами своей семьи сообщающиеся сосуды. И если вы добавляете в вашу семью хорошие впечатления, хорошие отношения, уважение, любовь, заботу, ответственность, понимание, то то же самое вы получаете и взамен. То есть это ваше общее дело. Ну а если вы добавляете в жизнь ваших любимых людей не очень радостные краски и впечатления, то знайте, что и вас впоследствии тоже может ожидать такое же. Поэтому будьте добры, будьте счастливы, любите и будьте любимы. Если вы ещё в поиске своей второй половины, то у вас очень хорошие шансы влюбиться и даже больше скажу полюбить, по-настоящему полюбить. Поэтому пользуйтесь моментом. Этот месяц очень благоприятен для того, чтобы устроить свою личную жизнь и быть счастливым человеком. Что касается работы, карьеры и денег, здесь выпала прекраснейшая девятка кубков, которая говорит об исполнении желаний. Да, ваши желания в этой сфере жизни обязательно сбудутся. Может быть, далеко не все, конечно же, но некоторые из них действительно вас порадуют. Особенно если вы хотели бы занять более высокое статусное положение на вашей работе, то есть в вашей карьере, то у вас это может получиться. Соответственно, если вы подойдёте к вашему начальству с таким предложением, как-то повышение по службе, то, скорее всего, ваше начальство оценит вас по достоинству и согласится, что да-таки вы достойны. Занять это мягкое кресло. Это карта наслаждения жизнью, поэтому для некоторых близнецов девятка кубков может говорить о том, что пора провести время с пользой для себя, а не для работы, и насладиться жизнью, отдыхом или отпуском. В общем-то, эта карта к этому располагает. Ну а что касается здоровья, здесь выпала шестёрка кубков. Тоже очень хорошая карта. Здоровье не должно вас подвести в этом месяце, что меня не может не радовать, конечно же. Но если у вас есть какие-то проблемы, которые идут ещё из детства, какие-то хронические заболевания, которые появились у вас ещё в детском возрасте, то они в этом месяце могут снова дать о себе знать. Поэтому будьте к себе внимательны, заботливы, любите себя, дарите себе радостные эмоции, и тогда ваш организм будет вам благодарен. Также шестёрка кубков для некоторых близнецов может обозначать пополнение в семействе. Ну, например, это может быть зачатие ребёнка, беременность или роды. Вот такой замечательный расклад получился у меня для близнецов, а мы переходим к следующему знаку зодиака. Переходим к знаку зодиака рак. Так, давайте посмотрим, каким будет август 2016-го для представителей этого знака. Старший аркан в этом раскладе только один. Это старший аркан умеренность. Поэтому можно сказать, что именно работа, карьера и деньги, поскольку в этой позиции выпал старший аркан, будут для рака в этом месяце наиболее важны, значимы. И именно на эту сферу жизни нужно обратить особое внимание. Но начнём мы не с этого. Мы начнём с личной жизни, как всегда. А здесь выпала пятёрка жезлов. Пятёрка жезлов для людей, которые уже состоят в отношениях, это карта конкуренции и соперничества. Скорее всего, вы будете склонны к тому, чтобы внутри своего семейства выяснять отношения. Но не в виде ссор и конфликтов, а в виде каких-то состязаний, соревнований и подстёгивания друг друга к каким-то подвигам и свершениям. Да, это, конечно же, хорошо. С другой стороны, пятёрка жезлов говорит о том, что необходимо всё-таки объединяться и организовывать свою семью и соревноваться не внутри семьи, а с другими семьями. Да, это звучит забавно, но действительно многие именно в своей жизни так и добиваются высоких достижений благодаря вот этому чувству конкуренции с другими людьми. Если вы ещё пока что в поиске, если вы ещё не состоите в отношениях, то пятёрка жезлов — это карта, которая указывает о том, что вам нужно активизироваться в этом месяце. И ваши поиски могут быть направлены на друзей или друзей-друзей, почаще бывайте в каких-то компаниях, посещайте людные мероприятия, и там ваши шансы будут гораздо выше. А также интернет по пятёрке жезлов — тоже вариант. Например, те же самые социальные сети вам в помощь. Карта «Умеренность», выпавшая в позиции работы, карьеры и денег, говорит о том, что в Багдаде всё спокойно. Вряд ли что-то будет кардинально очень сильно меняться в этом месяце в вашем карьерном росте или, допустим, в вашем бизнесе. Не торопите события, плывите пока по течению. Пусть всё идёт, как идёт. Как говорил Великий, терпение — только терпение. Оно вам пригодится в этом месяце. Также неплохо было бы немножко отдохнуть или дозировано подходить к своему времени. Как говорится, делу — время, но и потехе — час. Что касается здоровья, то здесь выпала мечёвая карта, двойка мечей. И это означает, что вам нужно быть повнимательнее к своему здоровью в этом месяце, поскольку могут быть некоторые трудности. Особенно они касаются зрения и сердечно-сосудистой системы, а также некоторых парных органов. Это руки, как правило, и органы мочеполовой системы. Берегите своё здоровье в этом месяце, и вы останетесь довольны. Вот таким получился у меня расклад для знака зодиака «Рак». А мы переходим к следующему знаку — к левам. Ну что ж, давайте посмотрим, каким будет месяц август 2016 года для представителей знака зодиака «Лев». Старших органов на этот раз не выпало. Это означает, что месяц будет простым, проходящим, обычным. И нельзя выделить какую-то одну из сфер жизни, как более значимую, более важную. Поэтому давайте начнём сначала и посмотрим, какая карта выпала в позиции любви, позиции личной жизни, личных отношений. Здесь львам досталось десятка жезлов. Если вы уже состоите в отношениях, в этом месяце они могут показаться вам непосильной ношей. Вам будет казаться, что вас нагружают таким объёмом обязанностей, и что вы на себя взяли такой большой груз, что вы его буквально уже просто не тянете. Но ваше врождённое чувство ответственности не позволяет вам всё взять и бросить. Поэтому я рекомендую вам просто часть обязанностей всё-таки пересмотреть, действительно ли они так необходимы вам в этих отношениях. Возможно, вы что-то можете делегировать своему партнёру. И это тоже будет, в принципе, неплохая идея. Если же вы ещё не состоите в отношениях, а находитесь в активном поиске своей второй половинки, десятка жезлов говорит о том, что это трудная задача для вас в этом месяце. Как-то тяжело, неохотно вы можете ходить на свидания, воспринимать это как какой-то труд, как прям-таки работу. Некоторые девушки мне так и пишут, Евгения, хожу на свидания как на работу. И это тяжело, это трудно. Да, действительно, иногда это тяжёлый труд выбирать себе достойного человека. Но тем не менее, тем не менее. Карта десятка жезлов также может говорить о том, что вполне возможно этот месяц не для любви, не для романтики. Скорее всего, есть смысл обратить побольше внимания на работу. Ну давайте посмотрим, что же у нас тут в работе выпало. А выпал у нас Паш Пентаклий. Вполне себе симпатичная карта, которая показывает перспективы зарабатывать больше и сделать более головокружительную карьеру. Да, конечно, звёзд здесь с неба вы хватать не будете в этом месяце, но какое-то маленькое повышение и увеличение своих доходов, премию или бонусы вы вполне способны обрести в этом месяце. Вас ожидают также какие-то приятные новости и работа с документами и оформлениями каких-то важных бумаг. Ну и здоровье. В здоровье выпала прекраснейшая карта, на мой взгляд, десятка Пентаклей. Она говорит о крепком организме, который вам достался. Единственное, что я вам посоветую, почаще бывать на свежем воздухе, где-нибудь за городом, на природе или в сельской местности. Это действительно будет для вас полезно. И употреблять в пищу только натуральные, природные продукты органические. Тогда вообще всё будет замечательно. Тем самым вы поддержите свой организм и сохраните здоровье на долгие-долгие годы. Такой замечательный прогноз у меня получился для знака зодиака лев. А мы переходим к следующему знаку зодиака. Итак, знак зодиака девы. Давайте посмотрим, каким будет для вас август 2016. Старших арканов я не вижу в этом раскладе. Соответственно, месяц будет проходящим, простым, неповоротным в масштабах жизни. И нельзя сказать, что какая-то конкретная сфера жизни для вас будет представлять наибольший интерес. Все сферы жизни будут одинаково важны. Но начнём тогда с личной жизни. А здесь девам достался король кубков. И если вы уже состоите в браке, для женщин это может быть картой их мужа, а для мужчин это может быть их карта. И что означает король кубков? Конечно же, хорошего семьянина обозначает эта карта. Мягкого, добросердечного, добродушного, порядочного человека, который очень душевный, очень сентиментальный, и от этого ранимый и обидчивый. Поэтому девушкам я рекомендую всё-таки беречь тонкую душевную организацию своего супруга и не нагружать его критикой и упрёками. А мужчинам я рекомендую не обижаться, а говорить своей второй половинке о том, что вас на самом деле обижает или что вам не нравится. Чтобы она понимала, что так делать нельзя, что с вами так не можно. Так, ну хорошо, но для мужчин карта король кубков может обозначать и соперника, а для женщин, которые уже состоят в отношениях, может обозначать и появление любовника. Ну, для кого это актуально, что ж, действуйте, но думайте о последствиях. Если же вы ещё не состоите в отношениях, находитесь в поиске, то девушек, представительниц прекрасных знака Зодиака Дева, я могу порадовать тем, что они могут встретить достойного мужчину. Но, правда, не ждите, что этот мужчина будет прямо сразу же решать ваши проблемы и разводить все тучи над вашей головой руками. Нет, это будет хороший, добрый человек, с которым вы можете всем поделиться своими какими-то переживаниями, настроениями, но лучше радостными, нежели негативными. А для мужчин, для ребят, я посоветую просто быть более душевными, более очаровательными и искать любовь, а не приключения. Тогда у вас всё сложится хорошо. Так, а что касается работы, карьеры и денег, здесь тоже замечательная карта, где вам досталось десятка кубков. Эта карта говорит о том, что вы можете работать в этом месяце в хорошей атмосфере. Причём эта атмосфера похожа на семейную. О, вы знаете, если это так, то вам очень повезло. Я когда-то работала в таком коллективе, где мы были практически одной большой семьёй. И это было очень здорово. Таких коллективов я больше не встречала никогда. И очень сожалею о том, что вот когда-то это было и прошло. Если у вас сложатся такие отношения, не берегите их, не портите. Потому что когда атмосфера такая заботливая, душевная, семейная на работе, то и работа спорится, и вы становитесь более эффективными, и в жизни у вас тогда всё прекрасно и замечательно. Конечно же, и в финансовом отношении эта карта тоже весьма хороша. Она может показывать для вас поддержку семьи в финансовом плане, а также может указывать и на то, что вы будете инвестировать какие-то средства либо в объекты недвижимости, например, можете купить какой-то дом, а также можете инвестировать деньги в свою семью и в свои отношения. На мой взгляд, это один из лучших способов вкладывать свои средства. Вот что касается здоровья, здесь я, к сожалению, вас не могу порадовать. Выпала неблагоприятная карта. Десятка мечей, которая очень часто указывает на плохое самочувствие. Чтобы этого избежать, не перетруждайтесь. Работайте в меру своих возможностей. Больше получайте позитивной энергии, позитивных, ярких, красивых впечатлений от жизни. Не ссорьтесь, не выясняйте отношения, не напрягайтесь, короче говоря. Просто радуйтесь жизни. И тогда август месяц пройдет для вас более удачно в плане самочувствия. В противном же случае, конечно же, вы можете немножечко пострадать. Другое дело, что если вы отправитесь на пляж и немножечко там подзагорите, совсем капельку, совсем чуть-чуть, не надо загорать до шоколадки или подгоревшего шашлыка, просто чуть-чуть призолотите свою кожу, то это пойдет вам на пользу, потому что десятка мечей может обозначать буквально лежание или валяние на пляже. Ну вот, собственно говоря, такой прогноз могу вам дать на август. Надеюсь, что сбудется хорошее, а плохое обойдет вас стороной. А мы переходим к следующему знаку зодиака — к весам. Итак, весы. Давайте посмотрим, каким будет для вас август 2016. Я вижу, один старший аркан выпал в раскладе. Это аркан сила. И он выпал в теме личных отношений. И это означает, что именно на эту сферу жизни вам нужно направить все свое внимание, всю свою энергию. А что же это за старший аркан? А на чем он говорит? Он говорит людям, которые же состоят в отношениях, о том, что к своему партнеру, женщинам, нужно относиться с уважением. С уважением. Обычно я по этой карте говорю о том, что ваш мужчина изображен здесь львом, царем зверей. А вы, как женщина, изображены здесь девушкой. И пока вы уважаете своего мужчину, он для вас защита, опора, добытчик и ваш покровитель. Но как только вы начинаете его упрекать, воспитывать, переделывать, дрессировать, другими словами, если вы делаете это неверно, неправильно, через упрек в коммуникацию, то, скорее всего, ваш мужчина может озвереть. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны к своему партнеру и уважительны. И тогда всё у вас будет здорово, классно и замечательно. Ну, а мужчинам я рекомендую, конечно же, проявлять свои царственные качества, понимать, что вы сильнее, поэтому нужно уступать слабым. И нужно быть щедрым, потому что лев — это символ щедрости. Щедрым не только в материальном смысле, но и в душевном, и в эмоциональном. Будьте, пожалуйста, к своей второй половине более снисходительны. И тогда ждёт вас счастье. Это я вам гарантирую. Что касается тех людей, которые находятся в поиске своей второй половинки пока что, то это хороший месяц для этих поисков. Но по карте сила это чаще всё-таки приключения и краткосрочные романы, у которых, конечно же, есть в будущем шансы перерасти во что-то большее, но это уже будет зависеть от вас. Ну что ж, давайте посмотрим, что в работе, в карьере, деньгах. Ох, какая замечательная карта досталась! Это Ту Спинтакли. Ну что ж, ну ждите либо повышения по карьерной лестнице, либо какой-то прибыли в бизнесе, либо хорошей зарплаты или какого-то бонуса, потому что Ту Спинтакли – это денежка, это золотая монета. Также вас ждут какие-то интересные предложения, ну, работа с документами, бумагами, оформление каких-то важных финансовых сделок, договоров. Всё это есть в этой карте. Также эта карта может обозначать получение каких-то важных писем. А ещё мне эта карта напоминает денежку на тарелочке с золотой каёмочкой, поэтому, конечно же, это очень-очень хороший месяц в плане работы и денег. Что касается здоровья, здесь выпала Двойка Пентаклей. Тоже неплохая карта, довольно неплохая карта, которая говорит о том, что при соблюдении баланса, ну, кислотно-щелочного, водного баланса и так далее, у вас в организме всё будет зашибись, как говорится. Всё круто, всё замечательно, всё великолепно. Но при нарушении баланса, то есть когда вы выходите на уровень дисбаланса своего организма, вот тут могут быть всякого рода проблемы. И эти проблемы могут коснуться ваших парных, прежде всего, органов. Ну, парные органы это глаза, уши, почки, руки, ноги, лёгкие, далее продолжите сами. И вот эти органы вам нужно обязательно, обязательно беречь в этом месяце. Вот такой прогноз у меня получился для знака зодиака весы, а мы переходим к следующему знаку зодиака, к скорпионам. Ну что ж, скорпионы, давайте посмотрим, каким будет для вас август. В этом раскладе выпал один старший аркан. Это карта справедливости. И выпала эта карта в позиции личных отношений. И это означает, что именно на эту сферу жизни скорпионом в августе нужно обратить особое внимание. Что же означает эта карта для тех, кто уже состоит в отношениях? Обычно эта карта говорит о том, чтобы вы внимательно взвешивали все злые, за и против, прежде чем принимать окончательное решение. Довольно часто эта карта говорит о соблюдении некоего баланса в отношениях. То есть, вы должны быть равноправными партнерами и должны учитываться интересы каждого из вас, а не только одного. Конечно же, карта справедливость может обозначать и решение каких-то юридических проблем в вашем семействе. Довольно часто для людей, которые уже состоят в браке, эта карта может обозначать развод. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны в своем партнерстве, если вы своим партнерством дорожите. Для тех людей, которые еще только в поиске своей второй половины, эта карта говорит о том, что да, у вас могут быть встречи, знакомства, довольно интересные, но прежде чем сделать свой выбор, вам нужно все хорошенечко сравнить и взвесить. И только потом выбирать достойнейшего из достойных или достойнейшую из достойнейших. Карта справедливость для тех пар, которые еще пока что не оформили свои отношения в официальный брак, может обозначать как раз-таки вот это официальное оформление. Но это чаще выглядит как брачный контракт, нежели как просто свадьба или венчание. Так, что касается работы, карьеры и денег, здесь скорпионам досталась четверка жезлов. Прекраснейшая карта, говорящая о полнейшем благополучии в этой сфере и о том, что вы будете собирать достаточно богатый и завидный урожай. И этот урожай будет выражаться как в финансовом эквиваленте, так, конечно же, и в почестях. Так что хороший месяц для того, чтобы делать карьеру или заниматься бизнесом и иметь при этом процветание и успех. Ну вот, что касается здоровья, вот здесь я порадовать скорпионов к сожалению, к моему большому сожалению, не могу. Выпала тройка мечей. Эта карта довольно неприятная для самочувствия. Берегите, пожалуйста, сердечно-сосудистую систему прежде всего, потому что очень часто на этой карте изображают разбитое сердце. Ну и, конечно же, эта карта опасна для организма в целом и она опасна травмами и хирургическими оперативными вмешательствами. Чтобы этого избежать, будьте к себе, пожалуйста, чуточку внимательнее, радуйте себя позитивными моментами жизни, умейте ценить то счастье, которое у вас есть, и тогда ваш организм будет гораздо крепче. Избегайте опасностей, не рискуйте лишний раз, тогда все у вас будет хорошо. Вот такой прогноз у меня получился для скорпионов. Теперь давайте посмотрим, каким будет август для стрельц. Ну что ж, приступим к прогнозу на август 2016 года для знака зодиака стрелец. Старший аркан здесь выпал только один, и это старший аркан императрица. И выпала эта карта в теме личных отношений, в теме любви. А это означает, что именно этой сфере жизни стрельцам нужно будет в этом месяце уделить особое внимание. Карта императрица очень хороша, особенно для тех людей, которые уже состоят в отношениях, потому что эта карта говорит о том, что женщины в семье могут реализоваться по полной программе. Эта карта вообще говорит о женском счастье. А женское счастье не в том, чтобы милый был рядом, а в том, чтобы у женщины было всё, чего она хочет. В том, чтобы женщина испытывала как можно больше радостных моментов жизни, и чтобы мужчина, который, её вторая половина, её уважал, о ней заботился, защищал, и был её добытчиком при всём, при этом исполнял её какие-то желания. Вот в чём женское счастье. И стрельцы женского пола могут этим счастьем насладиться в августе и получить массу-массу впечатлений. Также женское счастье состоит в материнстве. И для некоторых стрельцов императрица может обозначать зачатие ребёночка, беременность или роды. Если вы мужчина, заботитесь о своей второй половине, она у вас самая лучшая, лучше не найдёте, не встретите. Да, конечно, для некоторых женщин императрица может обозначать соперницу, но чтобы у вас таковой не появилось, знайте, императрица здесь вы. И никто с вами не сравнится. И тогда всё у вас будет окей. Для девушек и молодых людей, которые ещё не встретили свою вторую половину, которые ещё в свободном поиске, ну, что ж, императрица тоже хороший знак. Для девушек эта карта показывает, что у вас есть все шансы проявить свои женские качества, свои женские чары и очаровать какого-нибудь очень интересного мужчину, я надеюсь, это будет император. А для мужчин эта карта может говорить о том, что вы можете наконец-то встретить ту самую свою единственную неповторимую, с которой вы будете по-настоящему счастливы. Что ж, прекрасная карта. для тех пар, которые надумали оформить свои отношения и сыграть свадьбу, очень хороший момент. Что касается работы, карьеры и денег, здесь выпала восьмерка пентаклей. Эту карту я называю «малые деньги за большой труд». Здесь вряд ли у вас намечается какой-то серьезный подъем или карьерный рост или рост вашего бизнеса. Скорее всего, все будет идти своим чередом по накатанной программе. Я бы вам порекомендовала в этом месяце повысить уровень своей квалификации, чему-то подучиться, сходить на какие-нибудь тренинги, потому что восьмерка пентаклей это еще и карта учебы и упражнений, тренировок. Что касается здоровья, прекраснейшая карта двойка кубков выпала в этой позиции и здоровье вас подвести не должно в этом месяце. Наслаждайтесь, наслаждайтесь хорошим самочувствием, прекрасным настроением, замечательными отношениями, просто работайте так, как получается, не рвите свою пятую точку, чтобы чего-то там достичь, ого-го, каких результатов. Этот месяц пока что говорит о том, что вы будете счастливы именно в сфере личных отношений, а не карьеры. По двоечке кубков могу еще добавить по теме здоровья, что иногда по этой карте бывают проблемы с щитовидной железой, поэтому если у вас есть намеки на подобного рода не гораздо, будьте внимательнее к своему здоровью, тогда у вас все будет окей. Ну что ж, вот такой у меня прогноз получился для стрельцов, двигаемся дальше, смотрим, что там будет у козерогов. Итак, прогноз на август 2016 для знака зодиака козерог. Здесь выпало два старших аркана в данном раскладе. Это жрица и аркан промолчи. Они выпали в теме личных отношений и в теме здоровья. Ну вот стало быть эти две сферы жизни для козерогов будут в этом месяце особенно важны, особенно значимы. Начнем пожалуй с личной жизни. Здесь выпала карта жрица. Жрица неоднозначный старший аркан. Дело в том, что для людей, которые уже состоят в браке, эта карта может давать некоторое охлаждение в чувствах, поскольку жрица у меня устойчиво ассоциируется со снежной королевишной или со снегурочкой. Эта карта очень часто показывает некие тайны, в которые вы не посвящены. Эта карта конечно же может обозначать тайные отношения. То есть если вы девушка, вы замужем, то у вас может быть тайная соперница, о которой вы не знаете и лишь только интуитивно догадываетесь. Если вы молодой человек, то чаще всего карта жрица все-таки показывает вашу супругу, но с которой у вас достаточно прохладные отношения, дистанционные. Если вы еще не состоите в отношениях, находитесь в поиске, молодые люди могут встретить девушку молодую и чаще всего жрица и чаще всего верховная жрица или папесса как ее еще называют показывает девушек невинных. То есть это может быть очень даже завидная невеста. Однако чаще всего жрица показывает знакомство с помощью различных современных компьютерных гаджетов. То есть вы можете познакомиться с кем-то через интернет. что касается работы карьеры и денег то здесь выпала замечательнейшая карта влюбленный романтик Паш Кубков и эта карта конечно же говорит о хорошем настроении о массе каких-то радостных впечатлений которые вас ожидают на этом поприще на поприще работы. Иногда эта карта может даже обозначать служебный роман. Такое тоже встречается но в целом эта карта просто говорит о приятных каких-то моментах о каких-то приятных бонусах финансового материального характера в том числе которые конечно же вас порадуют для некоторых представителей этого знака зодиака Паш Кубков может обозначать отпуск и просто приятное время препровождения где-нибудь в романтической обстановке. Также эта карта говорит о том как лучше всего потратить в этом месяце лишние денежки если они у вас завелись а они у вас заведутся в этом месяце это точно таких лучше все-таки потратить на развлечения и отдых на какие-то приятные приятные мелочи порадуйте себя это тоже иногда необходимо делать что касается здоровья здесь выпала карта про молчи и на тему здоровья нам с вами сейчас лучше прогнозов не строить потому что скорее всего ошибемся но если уж на то пошло и мы вынуждены говорить на тему здоровья с вами то карта про молчи дает совет козерогам в этом месяце помалкивать относительно своего самочувствия ни с кем не делиться своими переживаниями ни хорошими ни плохими то есть не хвалитесь хорошим здоровьем если оно у вас хорошее ну и не жалуйтесь на болячки если они у вас есть и стали вас как-то одолевать единственное с кем вы можете советоваться это конечно же медики в остальных же случаях просто помалкивайте не обсуждайте ни с кем эту тему также по моим наблюдениям эта карта может говорить о проблемах с горлом или стоматологических проблемах в том числе будьте опять же бдительны не переохлаждайтесь что очень часто бывает по карте жрица и тогда у вас все со здоровьем будет окей ну что ж вот такой у меня получился прогноз для козерогов а мы переходим к следующему знаку зодиака к водолеям ну что смотрим каким будет август для водолеев здесь выпало два старших аркана это повешены и звезда выпали они в теме личных отношений и работы карьеры и денег стало быть вот эти две сферы жизни для водолеев в этом месяце будут особо значимы именно на эти сферы нужно обратить как можно больше внимания и направить свою энергию на развитие в этих областях что касается личной жизни здесь выпала карта повешенный ну непростая карта непростая карта досталась повешенный для тех кто уже состоит в отношениях говорит о некоем завесоне о некой стагнации и отсутствия развития ваши отношения в какой-то степени могут напоминать такое стоячее болотце в котором ничего не меняется но с другой стороны эта карта может показывать то что вам нужно взять в отношениях паузу эта пауза нужна для того чтобы проанализировать то что происходит в вашей семье карта повешенный довольно часто трактуется как казнь как жертва как какие-то потери убытки и это действительно может быть так если вы не заинтересованы в том чтобы терпеть какие-то поражения убытки и чем-то жертвовать или терпеть не терпите высказывайте но дипломатично своему партнеру свое недовольство если оно у вас есть но еще раз повторюсь это должно быть конечно же очень и очень уважительно и дипломатично дабы ваши отношения не пострадали в итоге если же вы не хотите ничего менять в отношениях то что ж пока не время действовать действительно возьмите паузу подумайте поразмышляйте переждите возможно следующий месяц для вас будет более счастливым если говорить о людях которые находятся пока что в свободном полете и в активном поиске своей второй половинки то здесь конечно же об удаче говорить не приходится либо ваши поиски потребуют от вас слишком больших каких-то жертв и вложений а результат при этом вряд ли вас порадует либо вы будете каждого кандидата ну скажем так вычеркивать вычеркивать потому что вот что-то как-то не очень эта карта хороша в личной жизни что касается работы карьеры и денег вот здесь попрет так попрет выпала карта звезда а звезда это открывающиеся перед вами далекие горизонты и перспективы вы можете строить очень дерзкие планы на будущее и скорее всего они у вас осуществятся потому что обычно карта звезда это вообще очень водолейская карта она показывает очень высокий уровень интеллекта и конечно талантливость и невероятные способности и эти способности конечно будут замечены вы можете стать настоящей звездой в своей профессиональной деятельности ну а если вы работаете в силовых структурах то что ж готовьте вагоны к новым звездам что касается здоровья здесь выпала дама жезлов ну что ж прекрасное здоровье крепкий организм надежный иммунитет но как я уже не устаю повторять дама жезлов всегда страдает коленками потому что у нее горделивый нрав а горделивость это всегда проблема с суставами а особенно с коленями именно с коленями поэтому берегите свои коленки позаботьтесь о них хорошенечко и тогда у вас все будет хорошо вот таким получился у меня прогноз для водолеев а мы переходим наконец-то к рыбкам рыбам на август месяц достались такие карты жрица верховная жрица старший аркан в теме личных отношений в теме работы карьеры и денег туз кубков и туз мечей в сфере здоровья и самочувствия начнем со старшей карты со жрицы такая же карта досталась одному из предыдущих знаков зодиака поэтому я не буду сильно повторяться но тем не менее для тех людей которые уже состоят в браке карта жрица может обозначать некое охлаждение в чувствах эта карта очень часто показывает нечто тайное и какие-то подводные течения в ваших отношениях что-то вы друг другу будете не договаривать друзья что-то вы друг от друга скорее всего будете скрывать и чаще всего источником проблем в данном случае является женщина почему потому что она иной раз думает что ее партнер должен сам догадаться что там ее беспокоит и что там ей не нравится и чего она на самом деле хочет а партнер по какой-то странной причине не догадывается ну вот отсюда и вытекают все ваши недомовки разногласия и недовольство охлаждение обиды и дальнейшие претензии молчаливые претензии поэтому если вы хотите все-таки наладить отношения будьте друг к другу более открытыми ну и конечно же давайте друг другу больше тепла если говорить о людях которые еще не состоят в отношениях которые находятся в поиске то мужчины могут встретить интересную девушку именно для брака для замужества потому что это завидная невеста тем более что чаще всего жрица показывает девушку еще пока что невинную я знаю что для некоторых мужчин это важно девушки же в своем активном поиске второй половины могут столкнуться с соперницей также эта карта очень часто указывает на возможность знакомства с помощью интернета теперь поговорим о работе карьере и деньгах здесь выпал туз кубков замечательнейшая карта которая ну как говорится полная чаша и в этой полной чаше есть для вас какие-то хорошие благие вести возможности шансы и вам этими шансами в этом месяце нужно обязательно воспользоваться потому что другого шанса такого уже не будет туз кубков это карта победителей потому что знаете есть вот кубок уефа кубок формулы один то есть кубок всегда вручают именно победителю и вы в этом месяце можете действительно заблистать на пьедестале поэтому дерзайте проявляйте свои таланты реагируйте на разные возможности которые вам будут предоставляться и вас ожидает действительно успех головокружительный успех ну и конечно же в финансовом отношении карта довольно позитивна ну а что касается здоровья то вот здесь я призову вас наверное к более внимательному отношению к своему организму поскольку выпал туз мечей а туз мечей это все-таки колющий режущий предмет соответственно пожалуйста в этом месяце не рискуйте лишний раз не прыгайте с парашютов да не катайтесь на каких-то скоростных скутерах или еще что-нибудь в этом духе пожалуйста побудьте в этом месяце более спокойными тихими и занимайтесь личной жизнью работой а за здоровьем просто внимательно следите чтобы избежать каких-то серьезных хирургических проблем по карте туз мечей вы можете воспользоваться маленьким таким лайфхаком или магией по типу подмены контекста просто сходите к косметологу к стоматологу проколите уши или сделайте какую-то другую процедуру в которой используются иглы и другие колющие режущие предметы и тем самым вы сможете избежать гораздо больших проблем ну что ж не очень позитивная нота я понимаю но именно на этой ноте мне приходится заканчивать этот прогноз для знака зодиака рыбы ну что ж мои дорогие благодарю вас за просмотр этого видео также благодарю вас за поддержку этого проекта лайками и комментариями не забывайте делиться этим видео в соцсетях и подписываться на канал если вы этого еще не сделали впереди ждет очень много интереснейших видео на тему гаданий на этом я с вами не прощаюсь надеюсь встретимся в следующем видеосюжете а пока-пока и хорошего вам месяца